Мне быстро ешь. Я пока немножко, пока сидеть, расскажу о гейбе. Более-менее правильно едят там, где учат. А где не учат, ничего не знают. Животные учат. То есть за столом сидит скот. Скотина. Ну, это грубо. Но вопрос не ко мне, к Давыдову. Он говорит, когда я не разумел, был как скот пред тобой. Но я вошел в храм твой. И ты открыл мне разумение. В храме Бог открывает как? Через проповедь. Хорошо запомнил. Один раз услышал, один раз. И тебя на Бог захватило Бог. Я вам сказал неоднократно. У тебя был венскор и тогда. И там был я у Венеевы. И ты ехали кальмайер. Кальмайер. Отец. Животные следы. И сидит такой вот как Егор вот этот. И они там в той комнате сидят. Второй давай, а первый не доел. Коль, сиди спокойно. Да ладно, я вылью. Хозяйка говорит, Анна Матвеевна. А мать говорит, нет. Пища благословенная. У вас скотины нет и выбрасывать ее нельзя. Пусть доедает. Обойдется без второго. Я в той комнате сижу. А я на корабле. А на корабле там разговоров никаких нет. Со стола стирать. Вот так вот хлеб берешь. Разрезанный два кусочка. Кусочек вот хлеба со стола. Заборчать и идет. Я это принес туда к ним. Вот в таком состоянии я подходился. И со стола беру кусок хлеба и стираю. Она говорит, что хозяйка на меня. А что такое? Да убрал со стола. Там салфетки никто стирать не будет. Кусок хлеба там не мереное тем более. И когда я это услышал. А это было в 62 году. Ну считай 25 лет. 55 лет назад. Я научил тысячи человек правильно носить их пищу. А потом прочитал. Стыдись, облокачивая на стол. Больше ничего не интересно. Стыдись. Ну а если я облокачиваюсь, ну значит не стыдишься, значит бессовестно. Вывод простой. Стыдись, если совесть есть. Облокачивая на стол. Отец мировой педагогики у русских считается отцом педагогики Ушинский. Основу педагогики доложил. А мировой педагогики это священник Щерский Ян Амос Каменский. И что интересно. Любой избранный это Санис на 400. Книга. Выпустила советская власть. И вот там места писания. Указано откуда он брал нас. Только это было странно. В то время мы когда узнали друг другу писали. По магазинам бросились. Мы их скупали все подряд. А потом можно было подарить. Балавариане, балагуи сделаны писали это. В советское время, когда ни Библии ничего не было. Я там многое початнул. И он говорит, за столом веди себя, как в алтаре. Благоговейно. Дальше я уже дальше еще. Василий Великого прочитал. Он говорит, всякое животное наклоняется к пище. Но кошка как нет. Я ее подал, она наклонила в чашку. Свинья, корова. И только человек подносит пищу к себе. Отсюда вывод. Склоняться не надо. Облокачивается бесстыдство. Ну и все понятно. Ты и я не скотина. Ты сам заяви протест. Вот идешь, когда где-то открыто. Бывает там на улице обедают. Разные кафе. Особенно, когда вечером идешь в ресторан. Шторки открыты. Все до одного едят одинаково. Везде, за рубежом везде. Чашка перед ним. Вот. Чашки вот как вот. И как вот. Лежит здесь. Голова до конца вся за столом. Везде. В Германии, во Франции, в Испании, в Америке. Везде одинаково. А почему? А этому учить не надо. Скотину никто не учит. Коровы есть. Свинью никто не учит. И этого не надо учить. Чтобы за столом сидеть благоговейно, это надо учить. Я перечисляю Яна Москамельский. Перечисляю Василия Великого. Еще есть Нифон Святой. Он однажды шел. И видит. Три нищих сидят за столом. А светлые юноши. Прекрасно одеты. Им прислушивать и подают. А что это такое? А ему голос был показан. Когда люди едят благоговейно. То есть со страхом Божиим. Безмолвно. В монастырях там читают в это время жития святых. А ангелы прислуживают. А когда кощуны творят. Сидят смеяться. Смеются как у людей. Девоны севают в болезни. Все. Никакие таблетки не помогут. Ты отраву съел. Это житие святого Нифонта. Очень поучительная биография. А бы как. Верил. А сам ходил. Сэрпа там причащался. И вдруг приходит домой. А товарищ. Я не знаю. Вообще жители. Где они жили. Товарищи говорят. Нифонт. А что с тобой? Он говорит. Как у негр. Черная. Как черная. Он подошел и глянул. И ужаснулся. И Бог ему открыл. Кто он такой? Живет. Грешит. И не исправляется. И Бог отнял у него веру. Он встал. Никакого Бога нет. Я сейчас мой большой детский. Но два или три года. И веры не было. А он продолжал еще высмерть. Считать. Акатисты. Молиться. А безверг. Считай. Это никакого Бога нет. Само по себе. Даже главный тот. Ну я перевожу на сегодняшний язык. И вдруг проснулся однажды. И Бог верил ему веру. Верит каждому слову. Это подвиг. Это подвиг описано в житиях святых. Вот учить. Не надо учить там где скотина. Еще человек не знает. Взаимоотношениям. Мальчик-девочка. Как нужно вести себя. Этому надо учить. Вот сегодня дети вот эти растут. Они же столько слышат. Мы не слышали. Слово Евангелие я услышал в 23 года. Слово Библия слышал. Ааа разбираешься как Библия. Баран. Я понимал. Библия это толстая книга. Гроссбух по немецки. Огромная книга. Я ее не видел. Но она такая и есть. И Баран в ней ничего не понимает. А я вроде понимал. Когда я увидел. Как опровергает Осипов. Тогда был Александр Александрович. Профессор Ленинградской Союзной Академии. Опровергает верующих. И приводит места писания. Я цифры эти. Я не знал что такое. Но я понимал. Никто их опровергнуть не может. В армии был. Мне мгновенно Бог дал понять. Те слова. Которые дают по цифрам. А это Бытие. И Иоанна. И Маквеев. Я не знал что это из Библии. И что означает первая цифра и вторая. Почему две. Когда страница это одна. То есть знание нулевое было. Но внутренне. Мой дух подсказал мне. Без всяких. Никто мне это не говорил. Что это неопровержимое. Они нападают. Профессора. Он приводит данные. Что я укосил. Или я косил. Сказал. Нету. Что там губерман говорил об этом. Ничего нету. Не могут опровергнуть. Я тогда покупал две брошюрки одинаковых. Потому что с одной стороны бывает божественная. И с другой. Если я одну вырежу другую заклею. Так что с другой. И дальше наклеил их в ряд. И считал. Это у меня Библия была. Потом я узнал что это из Библии. И вот. Как они. На столе. Составлено. Все. Подают. Стараются. Видно. Хорошо. Но иногда вам надо посмотреть как это делается. Обслуживается. Я видел как обслуживается в армии. Видел как обслуживает мою посуду в монастыре. Видел как в тюрьмах. Видел как в лагерях. И видел как в лагерях. Нигде столь стройно нету как в лагере. Нету этого. Он заходит в столовую. Стоять. Шапки долой. Шапки долой. Начальник смотрит. Когда надо будет сигнал заходить в столовую. Все готово. Шап. Пошли вперед. Семсот человек. Ни два. Ни три. И как идет обслуживание. За каждым столом. Стол вот такой длинный примерно. Сидит. Сколько там. Я не знаю. Десять или двадцать человек. И на каждый бачок. Бачок. Такой. Как латуни. Или что там. Дюраль. Толстая. Такое. Размерено. На десять. Я сижу с этого края. А тут кастрюля. Когда он разберет. Даем так, чтобы что-то осталось. На всяких случаях. Кто раздает, он тебе побольше дает. У каждого ложка чехольчик сошлешь. Для ложки сошлешь. Вот как здесь. У меня есть вот так же. Ложка всегда с собой. Там заглянище в кармане. Это весло, которое ты будешь подгребать в свободе. Если плохо питался, чехотка. Туберкулез. Умер. Вот. Я там это увидел. Я сижу здесь. И он раздает. Мне помолиться нельзя. Как только сказали. Приступили к еде. Все начинают разливать. И чашка туда идет. Он чашку берет. Налил. И идет. Никто дорогой ничего не может отдать. По столу. И она там. Уже тот ест. Ест быстро. Я сижу рядом. Отец давай мне еще добавить. Добавка это здорово конечно. Но. Мне надо встать молиться. Я встаю и начинаю молиться. Семьсот человек тебя видят. Вижу молиться нельзя. Я тогда в следующий раз с одним переменился. Вот ты с одним рядом. А я уйду на дальнем. А на дальнем конце добавки никогда не было. А кому ты там нужен? А тут рядом. Неприметно это. Ну я ушел туда. Там я встану. Помолюсь. Я не знаю. Семь поклонов я делал. И тогда сажусь есть. Ну уже доедает все. Отец давай чашку. С того конца чашку мою вводит сюда. Он добавляет. И опять ко мне чашка идет. Разливальщики разные. Каждый раз никто не подбирает. Где успел. А для някого числа людей. И вот здесь. Как работают. Ну чашки такие, что чашкой можно убить человека. Вот. Я посмотрел там это. И как моют посуду. Вот такой ширины бачок. Примерно сколько тут? Сантиметров 70. Такой же вот. Ну и глубины примерно вот так. Вода там. Я не знаю. Соды не видел. Я горчица видела. Она отъедает так. И парни. Там чтобы он работал на кухне. Там на свободе. Родные родственники. Хорошую взятку кому-то дали. Чтобы его пристроили. Он не на работе. Это его работа где-то. И вот как они говорят. Щашку. Я стоял и видел. Не успешно меня принимать. Я сейчас покажу. Вот. Щашки. Пояли. Я обязан собрать. И ему подать. А дома. Принимают. Двое кажется. Один берется. Держи щашку. Вот он берет первую щашку. Опускает ее. А в чашку уже прислал пять. Тот принимает. Чистые чашки. Так они. Прожир. Жиром. Как будто смазанное. Все равно маленько отмывается. И как подают. С какой скоростью. А вот не дает. Это твой вопрос. Тебя никто ждать не будет. Никто не будет ждать это в монастыре. Я видел. Я сейчас не могу точно сказать. Тоже в Скотском были. Или даже в Америке. И вот. Здоровые такие ребята. И вот один. Видно недавно. У него много компоту осталось. Звонок. Какой-то сигнал. Сейчас отскочил. Он берет. Поставь. Постынул. Похлопал. Все. Кружка твоя осталась. Значит. В следующий раз ты должен вписаться в общее. Одинаково. Начинаем. Любой. Жуй. Это только обеде. Обеде. Сколько необходимо знать. Чтобы вписаться. Жадности никогда не показывает пищу. Бывает человек ест и. Ну. А кто-то на столе оставит. Вот. Идет и подбирает куски. Это крысы. Неуважаемые. А другой ест и маленько оставит. Я говорю. Зачем ты оставил. Это хлеба не хватает. А что видели. Что я наедаюсь. На помойке не пойду никогда. А они выходят по помойкам. Лазят там где выбрасывают это. Это уже никто. Буки там называют. Крысы. Название. Животных. То есть. Ты не должен видеть. Я никогда на столе не оставлял. А я. Хлеб там черный. Я отломлю корочку. И в карман. Она в кармане там подсыхает. И во вторую смену когда работаешь. Я ее беру под язык. Как валидол. Не хватает. И когда врач осматривала. Там. Татьяна Прокопина. Там Надежда Васильевна была. Познакомилась с ней. И они. Меня лишний раз вызывали. Старались подкормить. Там печенье. Я думаю. Эх вы. Какое печенье. Ты хлеба дай мне. Хлеба. Хлеба. Пусть совсем немного. И вот этот хлеб. Как нужно ценить. Ни крошки нигде. У грузина бывший такой. Кто старше за столом. Он показывает пример. Сметает крошки со стола. И в рот. А если уронил. Уронил. Должен достать. Поцеловать. И съесть. У разных народов. Отношения. Благокарит. Можно поставить. Видишь. Она как держит их. Перекрелся. Но мы там. Нежничество. От уважения. Уже. Так. Мы все распределены. Но. График. Поленко ломается. Потому что. Виктор Николаевич. Выгнал газет. Вчера. Еще вечером. И он поехал. Посмотрите. Голуби. Как сидят в голове. Вообще. Голуби. А помните. Сколько их там. Посчитай. Поверь. Три. Четыре. Пять. Шесть. С четырнадцать. Голуби. Выскочил на улице. Красота. Виктор Николаевич ушел. На будущее. У нас порядок такой. Желательно. Два часа. До сна. Два часа. Вот. В конце этой недели. Кажется. В пять. Вы еще встанете. Как всегда. В пять. А уже в субботу. В пол шестого. И так. В пол шестого. Будете идти. Неделя. Три. А потом. В шесть. И кто дальше будет. Даже может быть. В шесть тридцать. Но мы идем за солнцем. Вы поняли. Как вставать рано. Дети поняли это. Увидели. И вот. Как-то потом. В дальнейшем. В зоне. Сохраните это. Сохранить надо. Как? А когда мать. Отец. Содержит. В себе то. Что мы дали. А если вы против. Вот. Придумали. Порядки. Три. Три. Приезжают. Дети. В поясках. Родители. Что это за веревка у тебя. Ну. Ладно. У него купленный. Там. Поясок. А там. Тут дашь. все завязала. Сохранилась на всю жизнь. Бывает священие какое-то. Родители. Родители. Мы здесь. Не для того. Чтобы детей отучить от дома. От родителей. А чтобы он. И тосковал. И хотел домой. Но понимал. Как все у меня есть. Я должен быть здесь. Я не должен стонать. Я говорю только самое обыденное. Вот. Виктор Николаевич придет. У меня желание есть такое. Вы сегодня гости. Первый день. Ехали ночью. Два часа пройдет после еды. И вы можете лечь спать. И вымыть. Ноги. Тазик взять. И лечь. Днем спать. А то спать. Чтобы вы ваши. Вот. Если вы решили. А. Вешерную ленту. Это ваше дело. Я конечно предпочитаю. Так делать. Если это бывает. Но. Вам дается такая работа. Два часа. Чтоб пища маленько проварилась. И потом лечь отдыхать. Дальше. Мы здесь работаем. Работа должна быть. Заняты вы. Пилим там. Бывает. Порим. Куда нужны люди. Вот сейчас посмотрите. Надежда. Тебе нужны. Сколько? Четыре. Ну какие нужны. Вот сейчас. Выйдешь и отберешь. Кто-то из взрослых. Чтобы пошли туда. На детей смотреть. И то чтобы не бездельничал. Так. Володя. Тебе нужны куда люди сегодня? На огород. На огород. Кто останется. С ними остаюсь я. Здесь. На огород я стараюсь не ходить. Без меня обойдутся. Как только Виктор Николаевич появляется. Даем сигнал. Если ты свободен. Тебе. Тоже. Вместе с Никитой. И ходить все время. Виктору Николаевичу. Он разобрал сарай. Помогать. Владимир пойдешь? Идем. Все. Вам будет дружно. А Володя возьмет аппарат. Там все потом заснимет. Покажет. Виктору Николаевичу нужно помочь. Он везде безотказный. Ни один. Полностью сарай разобрал. Все сгнило там где. Ну и материал он достал. Все остальное необходимо. Дальше сейчас выйдем. Никита я тебе сказал. С Романом уединились. И побеседуйте. Там такая тема есть. Что ты больше всех разбираешься в этом. Необходимо. Так. Вопросы? Давай. Сейчас будет фирка. Грязное белье приносите. Тебе что нужно? Воды? Нет. Мне нужно грязное белье. Грязное белье? Воды у меня нет. Я сам стираю. Один раз дал. Вам вы постирали. Хватит. Так. С этим разберитесь. Зря не стирать. Непросто не проще. Придумали каждую неделю рвать белье. Не надо. Это совершенно не нужно. А дабы привыкли из этого не можем выйти. Вместе с один раз это через глаза хватит. Все чисто. А что стирать тогда? Грязными ногами лежу. Днем. Легла. Грязные ноги. Совершенно не мытые грязные. Ну и что? Стирать? Он не понимает. Он не понимает. К себе все прижимает. Курка там. Она ни на что не влияет. Зачем? Для глаз стираете. А стирка должна быть для того, чтобы тело знало, что есть чистота. А чистота это условное понятие. Какое? Мазут. Она прилипает. Идет. Тогда понятно. Лишним ничего не надо. Прошу. Тем более сегодня стирает порошки. Там вот. Материя-то с этими. С бороздками идет. Везде. Ее не вымыть. Даже. Вода такая мощная идет. И сразу не вымышь. А все это к телу прилипает. Так. Геннадьевич. Можно мне еще минутки пару? Сейчас. Лишнего не несите. Несите. Сейчас. Не сидите. У меня небольшие, так сказать, подарки есть для всех. Так. Что такое? Подарки есть небольшие. Ну, посмотрим. Ну, прежде всего, наверное, я хочу Игнатию Чиковичу подарок сделать. Надо помолиться, наверное. Сейчас, подожди. Еще выйдет помолиться. В прошлом году. Так. Ну, он еще назывался лагерем. И вот здесь, с прошлого года, фотографии, которые я делал. Вот, можете посмотреть. Это календарик, который, так и называется, православный лагерь в память. На 2018 год. Это вам. Это я сам делал все. Один? Ага. Я им дам. Они такие же. Они такие же, да. Ну, это можешь раздать. Да. И затем, значит, вы трудитесь хорошо. И раздать сейчас. Потом можно даже раздать. Поможите. Да, я их потом еще раздам. Чтобы они у себя где-то не перегнули. Трудитесь хорошо, но иногда бывает в свободную минутку или когда-то погода, может быть, не будет. Хорошо заняться играми интеллектуальными для ума. Поэтому я вот привез специально такие игры на столе. Я потом покажу их. Это башня. А что это? Это игры. Игры. Игры, да. Интеллектуальные игры. Хорошие, очень интересные. Ну ладно, поставьте. Я вот здесь их поставлю. Потом. Палаши сверху. Вот здесь. Так, смотрите. Надейте плотный, как маленький матрасик сделать. Кошка где лежит. Ей нравится там. Сделать вот это место бумагой закрыть, чем-то так приклеить картонку. Раз ей нравится, сделайте это. А она знает, где ей быть. Быть не где, где ничего нет, а именно там, где продукт. А она услышит. Малейший шорох распрямит пружину. И взгляд зеленых глаз прорежет ночью мук. Прыжок не менее оршина, и крысам есть быть смертельных мук. Раз ни одной мышки нету. Так, следующее. Вот еще одна игра эрудит называется. Слова. Очень интересно. Развивает много чего тоже. Поэтому полезно будет всем. Не знаю, наши эрудиты что делают. А им палки нужно острые друг друга тыкать. Ну вот это тоже полезно будет. Надо будет немножко тактику. Но надо следить. Потому что лед принесли игры. Какая-то написана там, кегли. То-другой. Вон она наваляется. Все. Их хватило, ну, на полчаса. Дальше, если ему по голове надо ударить. Понятно. Ну мы еще и мотивируем их, Игорь Тихонович, на это дело. Значит, я вкладываю сюда. Да, и займешься, чтобы не поколотили друг друга. Самим не трогать руками. Да, я потом расскажу. Еще одна есть, но еще одна есть. Три. Так, Дуб Виктора Николаевич, это есть Ваш телескоп. Вы этим займитесь. Да. Посмотрим. У нас махнет небо. Очень важно. Да. Так, а вот это, значит, не знаю кому презентовать. Вы ищите сами. Вот здесь иконы. У Вас их их не хватает. Здесь есть Божья Матерь и Господь. И еще крест. Крест. Пожалуйста. Это сами распорядитесь, как Вам будет угодно. Владимир Александрович, я положу, ты займешься потом. Вот она лежит. Это Володя Алексеевич. Я думаю, только помните. У нас тут уже, видишь, как? У нас тут сколько надписей. У Вас таких надписей нет? Да нет, конечно. А мы Вам дадим. О, отлично. И Вы возьмете с избытком, чтобы других там заграбить. Спасибо, Христос. Все у меня. Спасибо. Спасибо, Христос. Вот эти вот все. У нее сегодня день рождения, Оля, вот Ольга. И сегодня она хоронит отца. Да? В один день. Так что о ней помолиться. Какая Ольга? Она очень и очень помогает везде. Все беженцы с Украины где-то она что-то собирает. Ну буквально, где бы ни коснулся, она везде успевает. Везде все. Я потому что знаю. Она обращается за помощью. У нас есть какие остатки. Мы даем туда. Остатки что? Это не объедки. Отдельные мешки. Мешок муки. Рожки и другие. Люди приезжают. Ничего нет. Бывает где-то. Ну помочь. На ноги встать. Вот. Сегодня у нас уехала наша насельница Виктория. Скрыник. Как она там будет дома. Не знаю. Я ей сказал какие варианты возможны. Остальное вне пределов нашей достигаемости. Я ее не хотел бы отпускать. Она к окрещению готовилась. И у нее не было ни одного замечания. Не было. За три года нет этого замечания. Девочка. Она из них одна такая. Ну а там маленькие сейчас родящие малыши там совсем. Спрашивают. Значит мы сейчас. После еды не прыгать и скакать 7 минут. После этого там у нас кащели есть. И какие правила там. С ногами не залазить на кащели где садятся люди. На тарзанки как. Держаться рукой и не упасть там. Там все правила есть. Чтобы не было никакой аварии. Ты сейчас отберешь кто. И они будут при тебе. Ну взрослые чтобы за наши. Мы своих детей не отдаем никому. Что если не будет там наших воспитателей. А родителей. У нас видите здесь теперь открыто. Это не лагерь. А просто в гости приехали люди. Лагерь слово исчезло. Чтобы его даже не упоминали. К нам приезжал уже уголовный розыск. Он со мной встречался. Вы видели да. И никаких претензий. Все. Я не думаю чтобы они там затевали. Долго присматривались. Они тоже умеют быстро действовать. Ну и им не надо это. Ну и главное что за нас молятся. Я сегодня на молитве только. Когда вспоминаю других. И тех которые молятся. А тех которых я не знаю. И которые молятся. Даже сказать нельзя. Правда сегодня один. Вышел на меня. Очень интересный человек. Помогал очень сильно. Из Италии. Руссии. И он опоздал. Уже в Барнауле. С вами вместе. В аэропорту. И как добраться дальше. А спрашивает. Как добраться. А я только утром захожу в интернет. День я просто так гляну. И стараюсь. Ну помолиться чтобы он приехал в город. Кто готовился к крещению. Еще могли быть люди. В те годы приезжали. А эти я всегда уговариваю. Ищите там где-то на местах. Через это пробуждаются люди. А так мы берем. Покрестился. Выехал. Сделать еще не может. И некоторые находят священников. Которые соглашаются. Слушаются. Отношения есть людей. Совершенно непонятные. Все раз звонят из второго. Вот такой город знаком был? Нет. Вот так. Я говорю. А у нас тут есть царское семейство королей. Приехал. Короли. Что она пишет? Звонит. Звонит по телефону. Сын. Женя звать. И вот. Ну. Сколько лет. Не работает. Ну. Таких своих хватает. Так-то вроде верующих. А в чем вера заключается? Она говорит. Да нет. Да так это. Я говорю. Ну. Помолимся. А они уже давно о нас молятся. О нас молятся. Людей. Которые нам знакомы. Незнакомы. Незнакомых намного больше. Чем знакомые. У меня было такое. Я внезапно падаю. И падаю лесом между двух ведер. Которые стоят с углем. Я растекли лесом. И первое. Что я встал. В темноте. Шапку снял. А на улице мороз. Почти 40 градусов. И помолился. Господи. Да кто же так молится за меня? Я опять остался непогрежденным. Полез в угол голубей. Своим. Который голубей в комнате. Взять гороху. Там семечек. Ну. Две банки держу. А валенки подшитые лентой транспортерные. А прошел дождь. Оледенелая. Ступеньки. И я оттуда навернулся. И. Ухнул вниз. Ну в снег. То есть мой горох. Все это полетело. Я упал и лежу. Думаю. Где сейчас первая боль раздастся. Нигде. Глаза посмотрел. Смотрят. Руку попробовал. В снегу. Лежу и все себя испытываю. Вставать или не вставать. Давать сигнал хоронить. Нигде ничего не повредилось. Ну конечно снег сыграл роль. И сколько людей молятся. Самое трогательное было в дороге. Когда мы ехали. И вдруг. В одном городе. Мы остановились. Порт. Портовый город. Нам. Грузительное. Надо. И в это время в зале там. Есть где подключиться. Написано. Интернет. Свободно. И я вошел в интернет. В роли. В Великобритании. Баптисты. Стоят и молятся. И дети крестятся. И молятся о миссии Игнатия Тихоновича Лапкина. Чтобы все было благополучно. Они вернулись. Баптисты. Больше такого ролика не видал. И он так и сегодня стоит. Это надо было им составить. Собрать. Людям рассказать. Расположить. Они нас ждали. Но Господь усмотрел так. Что мы туда не попали. И не попали. Внешняя причина такая. Не указано число в приглашении. В посольстве так сказали. Но на самом деле не так. У меня были очень нерасположенные люди. Из масонов. А это главная смертоносная сила в мире. Именно Великобритания. Радиостанция Свобода. И они знали, что мы едем. И сделали все возможное, чтобы мы не приехали. Я так понял. А мы намерились в Ирландию, в Шотландию. Там везде. А мы через Эстонию туда все равно отправили, что хотели. Видите, жизнь должна быть наполнена тем, что ты востребовал. Если тебя нет, то это люди будут ощущать. Вот он был бы здесь. Сейчас он полез на крышу. Сейчас никого нет. Я смотрю, как протекает. У нас тут буря прошла в субботу. В субботу рвала. Тут и шик отлетела. У батюшки там раскрыло сколько с дома. Вот. Точно так в духовном плане. Володя, ты постарайся там подотнуть маленькую шиперинку, чтобы не попадала. Там отвлечься где-то. Свои дела дела и помни. Я остаюсь с теми, кто никому не нужен. Я такой же. Мы друг друга дополнять будем. Помните Иуда Бенгур? Там одному они пытали его, узнавали что-то. И отняли у него ноги, у хозяина. А у другого я не знаю, что язык отрезали или что. И он у богатыря несет на руках, а этот разговаривает. Так мы друг друга наполняем. Для чего-то мы здесь есть. Никого мы оттуда не гоним. И желание есть, чтобы вы побыли побольше. Вот видите. Учитель был один. Владимир Николаевич занимается второй. Вдруг Надежда Васильевна и Зелила Желая. Она профессиональный учитель. В ней есть что показать вам. И вдруг вот Владимир Юрьевич тоже правильно называет? Правильно. Да. Учитель. Уже четвертый. Нас становится меньше, а учителей больше. И потом они будут ущить друг друга. Так, вопросы? Нету? Благодарю Бога. Мы очень рады. Слава Богу. Благодарю Тебя, Господи. Благодарю Тебя, Господи. И Бог Твои благом. Вершилась небеса Бога Велосстарстве. Но я победил учеников Твоих пришел всю спаси. Мир дай ей. Иди к нам и спаси нас самим. Иминь. Иминь. Слава Отбресения Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки реком. Аминь. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи благослови. Воздай милостями всем заботящимся от нас. Спаси Господи помилуй раб своих милующих, питающих нас. и подающих нам милостыни, заповедыши нам молиться о них, вопиющих Тебе, страждущих, болящих, скорбящих, в вузах и тюрьмах за слово Твое, талящихся, вдовняющихся священства иночьихся из всех христиан, избавивших от всяких скорбей, гнева и нуждей, от всяких болезней душевной и телесной. И прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Божьим милостям будем и грешим, создав ими, Господи, помилуй меня, бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешим, помилуй, благослови. Спасибо, Христос, повороты, 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 повороты. Спасибо, Христос. Выходите все на улицу, в отворе вылезать на разговор рабочей силы. Никита, проконтролили мальчика. Давайте, я на улицу. Роман, поворачивай на право. Возьми бумагу. Если нет, то там, где она идет, обязательно бумагу возьми, напиши. Там есть у меня. Есть, все. Закройтесь. Закройтесь. Закройтесь, чтобы забыли. Закройтесь. Закройтесь. Скорее. Ой. Егор, вы не ходите без Никиты туда, зачем? Не ходите. Ну, с Никитой пойдете. Сейчас он освободится, пойдете. Вон, смотри, видишь восточку? Вон, видишь? Так, какие сидят. И там в той комнате. А у Стинова, кажется, только в сене, везде 8 гнезд. 8 гнезд. Ну, присаживайся. 8,5. Вот они. А куда? Они вылетают, куда? А вон. Вбежище. Видел? Видел. Выходите сюда, пока сидите тут, выйдет Надежда Васильевна. Кто у нас тут работодатель-то? Так, ты готов? Все. Так, ты отдыхать хочешь? Не хочешь? Дядя Володя, он готов к работе. Так что можно было. Так сказать, отправляйте. Отправляйте. Вот такие игрушки принесли, смотри, и никому не нужны. Понятно. Не научили. Я научу их, как пользоваться. Ну, научили. А что это помнится? Вот кто? Кто пойдет ко мне? Я не дам, у меня все чистое. Все чистое? Все чистое. Брюки. Вот два дня прожил. Брюки, говорит Ваша страна. Брюки, говорит, у Вас чумазые. Ну, нормально быть. Давайте постираем Вас другие. Я все равно только починять начало по новой. Потому что маленько где-то оторвалось. Это... А мне все как надо. А рубашку? Вот комара бы задавили. Вот все, убери его. За комара стирать не надо. А вот, смотри. А вот, смотри. Вот, видишь, обкрепаться. Это пришивай, чтобы не стирать. А какой ночью? Это все стирка. А если постирать, а потом зашить? Нет. Сначала зашью и без чистки. Так, выбирай. Кто тебе поможет? Мне никто не нужен. Нет, на масштабах. Надежда Васильевна, сколько надо? Ну, я сбираю. Так, все, забирай и уходи. Егор выносил. А ты не знаешь? Низа. Да, тоже видно. Низа, видно, бывает, правильно. Виза, у нас машина, нет, таматка. Это все, что нужно постирать, зайдите сразу. Так. Где, Никита? Нет, сидите. А где? А, обязательно соберите. Вот. Так, еще кого тебе надо? А вон, смотри, большая ходит. Вон там, вон там. Э, ну, ходи сюда. Быстрее. Там делать нечего не надо. Леониду, не надо. Одежда Васильевна. Болосно, куда ты пошла? Нет, она не идет. Леонида не идет. Нет, нет, я не беру. Я пойду с вами. Я пойду с надежды Васильевна. Егор. 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 Мне, мне надо. Надежды Васильевна. Молдились потому, что сейчас, что она на жаре. Мужели хвастал вам печень? Ну ладно, я сама делаю. Не прикасайся, это же никогда к нему. Сказали, все. Вопросов никакие, только она усвоит и исполнит. Ни слова не говоря, уже подключили. За метр за долгую ушли. Ты, у Вас сколько? За чем это бывает? Трое. Из Канады. Да не надо спрашивать без меня ничего. А я до 15-го, ура! Все проверим. Да, по-английскому понятно. Парик. Так, забирай людей, уходи. Он доверяющий, да? Ладя. Выбирай, Володя. Тоже давай, забирай команду свою. Да? Вместе с аппаратом. Ладно. Мария, Мария. Игорь Тихонович, он готов работать. Он говорит, я не буду отдыхать. Пускай, пускай, куда-нибудь. Сейчас. Володя, забирай кого надо. Отведи, дай мне свободу. На этом все. Продолжение следует.